Приветствую, братья и сёстры! Я в последнее время с братьями и сёстрами, слабослышащими, разбираем книгу пророка Ионы и уже много разобрали. Каждая глава – это отдельная проповедь, но сегодня хотелось, поскольку у нас сегодня вечеря Господня, поговорить о спасении, которое описано в этой книге. Вообще в этой книге говорится о спасении корабельщиков. Иона плыл на корабле с корабельщиками. Они узнали о истинном живом Боге и получили спасение не только своих жизней, но и своей души. В этой книге описывается спасение Ионы. Иона тоже нуждался в спасении. Об этом мы более подробно поговорим. И говорится о спасении неневитян. Это столица сирийского государства. И вообще в книге пророка Ионы Бог раскрывается и как всемогущий Бог. И вообще мудрость Божия раскрывается. Ну и любовь Божия раскрывается. То есть три истории спасения описано в книге пророка Ионы, что Бог, вот раскрывается, что Бог любящий Бог. И сегодня я бы хотел остановиться на том, что Бог спасает пророка Иону. Я прочитаю вот с первой главы сначала. И было слово Господня к Ионе, сыну Амафину. «Стань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в фарсис от лица Господня». Ну, Бог сказал Ионе, чтобы он шел, проповедовал в Неневию, а Иона пошел куда? В фарсис. Ну, это совершенно противоположная сторона. Это испанское государство. Поплыл он в Испанию и выбрал он самую дальнюю точку морской державы на то время. И уплыл в противоположную сторону, и написано, что он пошел от лица Господня. Ну, мне бы хотелось понять, почему он так сделал. Ведь это пророк Божий, а пошел в противоположную сторону, совершенно в противоположную. У него были на то свои причины. Почему он пошел? Потому что он знал, кто такие неневитяне. Я бы хотел, ну, такую небольшую историческую справку, ну, чтобы понять вообще смысл, почему он не захотел в Неневию идти. Что это были за люди? Ну, во-первых, это были враги народа израильского. И будучи пророком, он видел, что в будущем произойдет. А в будущем произойдет, что они постепенно будут от израильского народа, вообще Ассирия, откусывать по кусочку. По кусочку завоевывать, завоевывать города и постепенно завоюют полностью Израиль. И 10 колен израильских не будет существовать. Последний город Самарию они не смогли завоевать. Они три года держали осаду Самария. И когда сменился царь, пришел осаждать вновь город Самарию. И предложил им просто сдаться. И предложил им жизнь. И они сдались, были уведены в Ассирию. И 10 колен перестало существовать. Вот одна из причин, чтобы не идти в Неневию, не проповедовать им, чтобы у них не было возможности получить спасение, это то, что они являлись врагами народа израильского. Вторая причина – это то, что они были очень жестокие люди. Это были язычники, которые поклонялись двум богам – Ашуру и Астарте. Ашур ассоциировался у них с кровожадным богом. Бог, который любит войну, который любит кровь. И поэтому народ был очень жестокий. И когда велись раскопки, город Неневия, кстати, был найден. Он находится на территории современного государства Ирак. И когда происходили раскопки, раскопали, то на дворцах, на стенах города, дворцов были нанесены в основном знаки, которые связаны с войной. Там воины, которые натягивают лук, там воины, которые кидают пил. И все в этом роде. То есть это очень был воинственный город. И желание у ассирийского государства было завоевать всю древнюю цивилизацию. Покорить. Но и мы знаем из истории, что у многих было такое желание, но ни у кого не получалось это сделать. Но желание всегда такое присутствовало. И у них в том числе. Вообще, откуда взялось это божество Ашур? О нем в Библии написано, что был такой человек, хороший охотник. И это был предок ассирийцев, которого они обожествили. И на знамени вот этого государства, на флаге, изображен человек, который натягивает лук и с перьями на голове. То есть очень воинственный народ. Я не буду перечислять вот те издевательства, которые они над пленными осуществляли, потому что много войн велось в те времена, но эти люди были особо жестоки и очень жестоко они обращались со своими пленными. И не у всех даже психика выдержит то, что они делали. Единственное, только скажу, что они завоеванных царей сажали в клетку, они у них находились в клетке, и когда нужно было ехать на поклонение, они этих завоеванных царей запрягали. И этот царь ехал на поклонение своему Богу. То есть очень народ был воинственный, очень жестокий. Конечно, была причина у Ионы не ехать в тот город, не спасать Ниневию. Но знаете, вот Иона, у него свои были представления, свое понимание, конечно, и можно только похвалить его за что? Похвалить можно за то, что он любил свой народ. И когда корабельщики начали знакомиться с Ионой, но они не знали, что делать. Иона говорит, выбросьте меня в море, и море успокоится для вас. Он был готов умереть. Но вот чем отличается как раз Бог от человека, что Бог любит не только народ израильский, но Он любит также вот этих злых, негодных, совершенно негодных людей. И Он готов дать им еще одну возможность получить спасение. Но также историческую справку можно сказать, что они воспользовались, ниневитяне все-таки воспользовались возможностью получить спасение. Но через 200 лет они вновь изменилась их жизнь. То есть сначала поменялась жизнь их в лучшую сторону. И об этом даже историки пишут, что был один царь. Историки пишут, что в его время происходили реформы в Ниневии. В Ниневии, во всей Осирии, что они перестали себя так жестоко вести, они меньше набегов стали осуществлять. В религиозной жизни их тоже произошли изменения. И на протяжении какого-то времени они правильно себя вели. Но, к сожалению, к сожалению, они возвратились на круги свои. Опять начали себя жестоко вести. И через 150-200 лет Вавилон и Мидия скайперировались и напали на Осирию. И об этом уже пишет пророк Наум. И то, что интересно, Библия нам раскрывает вот эти исторические события. И то, что еще не было записано, еще этой истории не было, пророк Наум, Он уже говорит об этом, этих событий. И это тоже очень удивительно, что Бог видит всю историю жизни, хотя для нас она еще продолжает осуществляться, эта история. А Бог уже заранее все знает. И пророк Наум, он описал, именно каким образом будет уничтожена Неневия, ассирийское государство в целом. Неневия будет уничтожена в том числе, пророк Наум говорит, с помощью потопа. А именно вавилоняне, они прорыли канаву, изменили русло реки и направили на ворота этого города. И ворота смыло, и уже тогда войска они устремились внутрь Неневии. А об этом всем пишут историки, и самое главное, об этом заранее уже говорит Библия. Итак, было у у Ионы была причина не ехать, не идти в эту страшную страну. Но, однако, однако, это все-таки перед Богом это неправильно. Написано, что Иона пошел от лица Господня. Это неправильное положение. Для любого верующего человека это неправильное положение. Мы читаем в Библии про Каина, который пошел от лица Господня. Но Он так и не вернулся к лицу Господнему. Он пошел и стал развивать свою цивилизацию и жить отдельно от Бога. Это вообще неправильное положение, когда верующий человек идет от лица Господня. это неправильное положение. И Господу нужно было потрудиться над Ионой, чтобы привести его в правильное положение перед собой. И вторая глава книги пророка Ионы говорит о том, что и повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. И вся вторая глава говорит о том, что он переживал пророк Иона. Что он переживал и что он покаялся, обратился к Богу. И знаете, если сказать, что Иона был готов умереть, умереть, но чтобы вот эти враги Господни не покаялись и чтобы можно сказать не осуществилось потом то, что стало с десятью коленами. но он был готов умереть, умереть, но можно сказать, что он попал куда? В очрево кита. И можно это сравнить с тем, что да, ты готов умереть, а готов ли ты попасть в ад? ведь то, что он там испытывает и то, что описано там, это очень страшно. Вот сравнимо с тем, что как будто бы быть в аду. Вот что там было в очреве кита? Там было темно, там не было что кушать, не было что пить, и там было одиночество. Вот все равно как в аду. Проводили такой эксперимент, что человека, ну вот неожиданно для него вталкивали в темную комнату и запирали. И держали его одну минуту. Затем выпускали его и говорят, сколько по твоему мнению времени прошло? Он говорит, час. они ему говорят, прошла одна минута. Люди, которые сидят в тюрьме, они не хотят находиться в одиночке, они не любят карцер. Это очень ужасно испытывать одиночество и испытывать темноту. Это ужасно. если Иона был готов на смерть, но он не был готов к этим обстоятельствам. Ему Бог показал, ты идешь от лица Господня, но к чему тебя может это привести? Иона осознал, что от лица Господня это очень опасно уходить. И он молится Богу, вопиет к Нему. И в чем Иона покаялся? Вообще верующий человек, он дает обещание служить Богу. Иона понял, что у него не было понимания, сознания Божьей любви. И он не был еще на тот момент и может быть и в будущем вот это понимание и сознание Божьей любви еще к нему не пришло. Бог будет учить его. Но он покаялся за то, что он перестал служить Богу. И в этом он покаялся. И что произошло для него? И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. В этом он покаялся. Правильное положение для верующего человека не бежать от лица Господня. И постоянно верш человек, когда принимает крещение, он дает обет Богу, что будет служить ему и служить доброй совести. И вот это понимание, что должно быть посвящение жизни, не только попросить прощения за свои прошлые грехи, но и отныне служить Богу. Всегда, если ты даже не понимаешь чего-то, но ты должен служить Богу. Пусть Господь благословит нас, понимать все. Ион и не мог осознать вот этой Божьей любви. Я думаю, что мы тоже не в полной мере понимаем, как Бог может любить всякого человека. Даже самого плохого, самого отъявленного злодея Бог может любить. Но Иисус Христос, придя на эту землю, Он доказывает свою любовь к абсолютно всякому человеку. И порой, знаете, когда мы спотыкаемся, когда мы грешим, когда Бога оставляем, у нас такое, ну, дьявол наоборот, он говорит, ну, ты согрешил, все, сколько Богу тебе еще раз миловать, сколько Богу тебе еще раз прощать, но у Бога всегда есть милости. Когда ты к Нему приходишь, когда ты в очередной раз совершаешь молитву покаяния, Бог готов тебя простить и в сотый раз, и в тысячный раз Бог готов простить тебя. Это великая Божия любовь. Пусть Господь благословит никогда не сомневаться в Божьей любви и всегда взирать на эту Божию любовь и также через книгу пророка Ионы. Аминь. Аминь. Аминь.